Если Иисус Христос, какой бы не талантливый, какой бы не харизматичный, какой бы не образованный, какой бы не умный, какой бы не посвященный, но был бы простым человеком, то ничего бы не случилось. Но если Иисус Христос является Богом, Бог провозгласил плоть для Господа, как сказал великий пророк Исаия за 750 лет до рождения Христа. Сея Дева в очреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, Бог с нами. Если Он Бог, я скажу это снова, если бы Он был простым человеком, то ничего бы не произошло. Но если Иисус Христос является Богом, то значит произошло великое. Послушайте меня снова, каждый человек, когда-либо живший, предстанет однажды перед Иисусом Христом. Он предстанет перед Ним, либо как перед судьей, либо как перед Спасителем. Если вы примете Его сейчас, встанете перед Голгофским крестом и скажете, Бог, мои грехи прощены. Но если вы отвергнете цену, которую Он заплатил на Голгофском кресте, вы встретитесь с Ним у великого белого престола. Иисус Христос – Бог. Говорят, в мире есть семь основных религий. Готама основал буддизм. Конфуций основал конфуционизм. Есть индуизм, шинтуизм. Есть иудаизм. Есть ислам. Есть христианство. Но христианство – это не религия. Это прежде всего общение человека с Бога-человеком, Иисусом Христом. Иисус Христос, который является Богом. Готама, основавший буддизм, не был Богом. Поймите меня правильно. Были миллионы людей в истории, провозглашавшие себя Богом. Римские императоры провозглашали себя Богами. Разные люди провозглашали себя Богами. Но я имею в виду основателя всемирной религии. Ни один из них. Мухаммед не провозглашал себя Богом. Готама не провозглашал себя Богом. Конфуций не провозглашал себя Богом. Моисей не провозглашал себя Богом. Но Иисус Христос провозглашен Богом. И Он был Богом. И Он есть Бог. Он единственный, кто заплатил цену на Голгофском кресте. Цену превыше нашего понимания, так определяет ее Писание. Итак, то, что Он сделал на кресте, относилось не только к спасению души, но это также относилось и относится в настоящее время к освящению святых. Эту вторую часть, освящение святых, современная церковь не понимает. Я говорю не новое послание, это то, что Господь дал апостолу Павлу. Это то, как жить для Бога. 99% этой книги говорит нам, как жить для Бога. Как я уже сказал, крест начался на заре времени, где-то 4000 лет до Христа. И он назван Павлом в послании к евреям заветом вечным. Это значит не изменяющийся, не нуждающийся в изменении. Это значит, от которого нельзя отнять или добавить. Это значит вечный, потому что это полнота во Христе. Христос это Бога-человек, это Бог и человек. И это человек и Бог. Человек и Бог. По дороге в Дамаск он видел Христа в видении и говорил с ним. И маленький еврей из старца, который был ненавистником Христа, который ненавидел даже звук этого имени, Иисус или Ешуа. И он задал вопрос на этой дороге в Дамаск. Кто ты? Кто ты, Господи? Бог мог бы ответить ему любым образом, но он ответил ему следующим заявлением. Я и Иисус, которого ты гонишь. Павел, он назвал его Саввул, трудно тебе идти против вражна. И Павел сказал, Господи, что повелишь мне делать? Никакие аргументы мира не могли изменить этого человека. Но один взгляд на Иисуса, одно лишь видение Иисуса. Я должен взглянуть на моего Господа. Воззреть на небеса. Он придет так, как он написал. В Писании. Один взгляд на Иисуса. То, что я пытаюсь сделать, это чтобы вы не видели во мне всего лишь бедного проповедника, но чтобы через взгляд на меня вы смогли увидеть Иисуса. Мир Павла изменился. Он изменился во времени и в вечности. Мир Павла изменился.